Всем привет! Начинаю этот влог с вечера, потому что мы целый день сидели дома из-за дождя, но вечером решили выбраться за продуктами. У нас, оказывается, всё в холодильнике закончилось, холодильник просто напрочь пустой. Как вам тут сидеться? Чешутся шейными ручками маленькими. Мы приехали за продуктами, но ноги меня привели сами в магазин детской одежды. Вот сколько можно её покупать. Я постоянно, когда куда-то выхожу, что-то покупаю детям. Одежды у них очень много, но мне всё мало и мало. Вижу что-нибудь миленькое, мне нужно это купить. Я прям щупоколик именно по детским вещам. Посмотрите, что за красота. Дождевики тут тоже есть. В чё-чё одежда вообще отдельная тема. Всё такое миленькое. Здесь продают уже готовые, получается, заготовки замороженные. Мы взяли чайку пупы. Это блюдо с виними, с овощами. И также возьмём токальвию. Это блюдо из курочки. Я обожаю такие вот замороженные бесерты. Вот здесь вот чизкейк. Хочу этот взять. И также этот есть... Что ещё есть? Есть печеньки можно делать с визишками. А ещё есть типа эклеров. Вот даже тосты. Всё готовое. Выглядит очень аппетитно. Продают разные пудинги. Напробую возьму шоколадный. Пудинги вместе с курочкой. Стейки. Людей много. Также можно взять супчики. Миньон. Супчик с единой лапшой. Единая лапша. Также есть ромэн. Я вот думала взять. Тоже напробую. Такой. Тут написана инструкция, как его приготовить. Где она? А вот. Разные супчики. Тоже. Кашки. Острые супчики. Тоже есть. И рис. Рис уже готовый. Можно разогреть микроволновки. Две минуты и готово. Взял с фруктами. Фрукты здесь дорогие. Дороже, чем в магазинчике, в котором мы обычно берём. Возле дома. Хотя на некоторые позиции есть скидки в овощи. Помимо продуктов здесь продают ещё много разных товаров. Вот, например, летние товары уже выставили. Там вот товары для пикника. Нам нужно будет потом докупить товары для пикника. Столик мы хотели купить. И ещё несколько стульчиков. Вы не поверите, я сейчас очень счастлива. Я нашла лейс. Лейс. Чипсы. Их в обычных магазинах не продают. Жалко, что у него любимого вкуса нет. Но я возьму свет. Посмотрите, вот эти. А нет, тут вкусы сырные. Сырные. Это же сырный. Ааа. Достала. Ааа. Лейс. Нужно сегодня будет какой-нибудь фильмец выбрать и сможем посмотреть. Какая красота. Можно с ним из страз делать картины. Гарри Поттер. Лейс из страны чудес. Прикольная, конечно, задумка, но у меня нервов, мне кажется, не хватит. Обычно у людей это успокаивает, а меня наоборот нервирует. То, что нужно делать долгое время руками и вот такие вот маленькие детальки. Также продают косметику. Куда же без неё. В общем, здесь есть абсолютно всё. Можно найти. И помощник мамин. Набрали мы кучу всего. И фрукты, и фрукты, и фрукты замороженные, и сладости. В общем, всё. Яйца единственное мы не взяли. Но это я буду покупать уже в магазинчике рядом с домом. Чтобы не разбить. Мы сейчас расплатимся. Всё нам пробьют. И потом мы будем всё обратно складывать сюда. И уже на выходе будем брать коробку и всё складывать в коробку. Вот такая вот тут система. Людей много. Просто посмотрите на эти очереди указ. Людей много. О, Francesca! Любовь! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать на наш канал! Вот тут они все коробки, можно брать и складывать. Профессиональный упаковщик. Так тут одежда, которую я купила Эльке. Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Да, да, да. На ручки хочешь? Ну подожди, я сейчас тебя возьму сына. Добро пожаловать на наш канал! И помаши ручкой скажи всем привет! Сейчас я вам покажу еще одну фишку. Получается, этот эскалатор, он идет в Казахстан. И можно не держать тележку, тележка сама стоит, никуда не катится. Правда, всю дорогу пока эскалатор спускается, мы не можем идти, нужно стоять. Потому что тележку с места не сдвинуть. И стоимость парковки 1000 вон за 10 минут. У нас вышло 3000. Теперь нужно найти нашу машину. Ян, теперь убирай телефон. Сейчас машины тут везде ездят. Нужно аккуратно на дорогу смотреть. Ян, я тебя просила убрать телефон. Здесь наше парковочное место. Вот так. На руках у мамы. С огромным животом еще его тускаю. Давай сам. Да, сейчас бабулю поедем. Нужно будет бабуле домой отвезти. Да. Поздоровался с работником. Руку давай, сына. Еле, руку. Еле солнце с ее? О, да. Машина едет. Мы на эту парковку заезжали полчаса только. Мест потому что не было. Так, сына, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Вон там наша машина. Побежали, побежали. Побежали, побежали. Багажник у машины, кстати, не супер большой. Но коляска, две коробки и всякие штучки помещаются. Давай садиться. Стоп. А, папа еще не открыл. Ждем. Подожди, еще не открыл папа. Пошел тележку отдавать. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Малыши, машины ездят. С той стороны дверь не открылась, потому что там очень близко машина. Мы бы не смогли Еле посадить. Поэтому муж сажает вот с этой стороны. И он сам не сможет там дверь открыть, поэтому он будет перелезать на водительское сидение. Вот еще одна большая машина, Спаракс. Она тоже девятиместная. Все. Все, едем домой. Хотя нет, мы едем к бабуле. Бабулю нужно отвезти. С дедулей. И заходи! И заходи! Ера! Кимчи! Кимчи? Кирюхи! Ера! Ера! Здесь несколько детских садиков. Один прям во дворе. И один за пределами, но тоже близко. Когда-нибудь мы тоже будем жить в опатах. Хотя нет, я в опатах жить не хочу. Я хочу жить в доме на земле. Ну все, мы едем домой. Всем спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь. Впереди вас ждет еще много интересных видео про нашу жизнь в Южной Корее. Всем пока!